Первоклассники, учителя и родители. День знаний объединяет всех. В Самаре прошла торжественная линейка, посвященная началу учебного года. Детей поздравил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава города Елена Лапушкина. Главный праздник осени прошел на ура. 2 сентября Струковский сад стал центром притяжения для самарских школьников. Дети подготовили для собравшихся яркую развлекательную программу. Среди почетных гостей, которых пригласили на линейку, были губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, глава города Елена Лапушкина и депутат Госдумы Александр Хинштейн. Я поздравляю вас, поздравляю замечательных педагогов 3-й гимназии, родителей, бабушек и дедушек с Днем Знаний, с праздником вас! После торжественного открытия линейки губернатор присоединился к родителям. В этом году его дочь Алена Азарова пошла в 11-й класс. Ученица исполнила песню про школу перед несколькими сотнями сверстников. Это место необыкновенно, Старшеклассники, которым предстоит заканчивать школу в этом году, уже успели соскучиться по своим друзьям. Сейчас для них наступает ответственный момент. Впереди месяцы кропотливой работы и итоговые экзамены перед поступлением в ВУЗы. Безумно положительные эмоции, потому что и к этому мероприятию готовились очень долго, и уже 11-й класс, уже вся эйфория, что скоро все это заканчивается, и что уже выбираем институты, ВУЗы, готовимся, то есть работа полным ходом идет. По словам директора 3-й гимназии Светланы Ильиной, подобные праздники делают для того, чтобы сплотить родителей, педагогов и учеников. Благодаря Дню Знаний все люди объединяются в одну большую семью. Очень важно всем и ученикам, и учителям, и родителям быть единой семьей, поэтому у нас есть вот такие мероприятия, как 1 сентября или успех года, когда мы всю семью собираем вместе. В новом учебном году в школы региона пойдут около 340 тысяч детей, из них почти 39 тысяч первоклассников. До конца 2019 года в 117 образовательных учреждениях установят системы видеонаблюдения. Также в зданиях появятся новые противопожарные системы и кнопки экстренного вызова полиции. Детей из труднодоступных уголков региона будут перевозить на современных автобусах, оборудованных по последнему слову техники. Анатолий Головко, Николай Епифанов, События.